Привет! Сегодня я вам расскажу про Поволжье. 30. Река Волга. Волга-матушка, символ России и главная река нашей страны. Волга – настоящее чудо. Это единственная в мире река, благодаря водам которой существует Каспийское бесточное озеро-море. Многоводная река Волга не только самая большая в Европе, но и одна из крупнейших на планете. Она течет почти через всю нашу страну с севера на юг. Уникальное место России – Дельта Волги. Там река впадает в Каспийское море. Река разливается по равнине и делится на 500 рукавов и протоков. Они огибают бесчисленные острова. Для сохранения этой территории в начале 20 века был создан Астраханский заповедник. В нем обитает более 250 видов птиц – поминго, пеликаны, египетские цапли, колпицы. Ротоки кишат рыбой, среди которых есть осетровые виды. Колпицы идут по мелководию и по ватеткульмам из стороны в сторону. Так они отсаживают из воды пищу водоросли и мелкую живность. В Дельте Волги цветут лотосы. 31. Астраханский Кремль В верхней части реки Дельты Волги стоит город Астрахань. Настоящее чудо – его белокаменный Кремль. Стены и башни Кремля хорошо сохранились и скрывают немало тайн. Легенды утверждают, что в древности из крепости на противоположный берег реки вел потайной подземный ход. А ведь даже с помощью современной техники построить его непросто. Плуг в этом месте довольно широкий. Стены и башни Астраханского Кремля возведены 400 лет назад. До того времени их можно считать чемпионами по количеству бойниц, правил для стрельбы, спушек и ружей. Их невероятно много. Вот, например, башня Красные Ворота. В Кремле находятся, например, Троицейсобор и Успенцейсобор с колокольней. 32. Озеро Баскунчак. Баскунчак – соленое озеро в Астраханской области. Оно образовалось на вершине соляной горы, которая уходит глубоко под землю. Озеро питают источники. Каждый сутки они приносят в него более 2,5 тонн солей. Баскунчакская соль составляет почти 80% от общей добычи соли в России. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...